Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим 16-ю задачу из ЕГЭ по информатике. В этой задаче необходимо определить, сколько цифр 6 будет содержаться в записи этого арифметического выражения, записанной в семеричной системе. Сперва давайте приведем каждое число к основанию 7. Мы знаем, что 49 можно заменить как 7 в квадрате, и все это в степени 10. 7 в 3 мы оставляем как есть, и минус 7 в квадрате. Итого мы получаем, наше выражение имеет такой вид. Это 7 в 20, плюс 7 в 30, и минус 7 в квадрате. Самая большая степень среди положительных чисел у нас имеет 7 в 30. Значит, 7 в 30 можно перевести следующим образом. Это будет единичка в 30-м индексе, а за ней будет 30 нулей. Эти нули будут начинаться с 29-го индекса по нулевой. Все это в семеричной системе. Соответственно, 7 в 20-й можно также записать в семеричную систему. Это будет единица в 20-м индексе, а за ним, начиная с 19-го индекса, будут стоять 20 нулей. Следовательно, сумму этих двух чисел можно представить следующим образом. Это будет единица, стоящая в 30-м индексе. Затем идут нули вплоть до 20-го индекса. В 20-м будет стоять единица. И начиная с 19-го индекса будут идти 20 нулей. Это все в семеричной системе. И нам необходимо из этого числа вычесть число 7 в квадрате, которое можно расписать как единица во втором индексе и за ним два нуля. То есть мы столбиком отнимаем вот такое число. И все происходит в семеричной системе. Нулевой разряд остается нулем. Первый остается нулем. А во втором разряде мы не можем из нуля вычесть единицу. Нам приходится занимать. И занимать мы будем вплоть до 20-го разряда. Вот до этой единицы. Смотрите, эта единичка придет в 19-й индекс как семерка. Но из 12-го индекса мы тоже будем занимать в этот разряд. И он тоже придет как семерка. Но вот эта семерка станет уже шестеркой. В свою очередь, эта семерка станет тоже шестеркой и мы займем в следующий разряд. Как семерку. И так далее. То есть вот эти все разряды станут шестерками. А вот сюда придет семерка. Из которой мы вычтем единичку и получим тоже шестерку. Также вы можете проверить, правильно ли вычтали обратные операции. То есть операции сложения. То есть вот эти все разряды вам нужно просуммировать. Смотрите, что у нас получится. Когда мы сложим 1 плюс 6, мы получим 7. Но 7 в семеричный не может быть. Поэтому возникнет перенос и появится вот этот нолик. То есть этот разряд станет нулевым и перейдет один перенос в следующий разряд. 0 плюс 6 это будет 6, но плюс один перенос это будет 7. То есть и опять у нас возникнет значение переноса. И это все дойдет вплоть до 20-го разряда. И в конце у нас самый старший разряд не изменился. То есть 30-й разряд так и остался единицей. Все остальное здесь будут нулями. И мы имеем, что шестерки у нас стоят с второго индекса по 19-й включительно. А когда оба конца интервала включаются, вам нужно из старшего разряда отнять младший и прибавить единичку. Итого мы имеем, что 18 является ответом на данную задачу. На этом разбор данной задачи завершен. Спасибо за внимание. Всего доброго.